Евгений Зубачев увлекается парусным спортом с самого детства. И кругосветное путешествие, в которое он задумал отправиться в октябре этого года, должно было стать первым для молодого человека. Выйдя из порта в Стокгольме, Евгений отправился в сторону острова Тенерифе. Однако, в скором времени его парусная лодка дала течь, а на море начался шторм. Молодой человек принял решение зайти в бухту, но неприятности продолжали преследовать путешественника. Навигация вышла из строя, в результате чего лодка налетела на камни и разбилась. Сигнал бедствия Евгений подать не успел, но, к счастью, успел спастись. Оказавшись на большом камне и дождавшись рассвета, путешественник понял, что нужно перебираться на остров, видневшийся вдалеке, где могли оказаться люди. К вечеру следующего дня принял решение туда добираться в Лайфе. Собственно, переплыл, обижал весь этот остров. Оказалось, что он тоже необитаемый. Там был лес, там были грибы, ягоды. Мы уже сходили, конечно, клюкву, но, тем не менее, все равно немножко было. Были лужицы с пресной водой. Ну, собственно, все для того, чтобы выжить было. Единственное, конечно, не хватало огня. На второй день своего пребывания на острове Евгений заметил квадрокоптеры. Однако, поиски его велись чуть в стороне, там, где разбилась лодка. Чтобы хоть как-то привлечь внимание спасателей, молодой человек из мха выложил на берегу надпись «Хелп». В скором времени подоспела помощь. Несмотря на то, что температура воды и воздуха была довольно низкой, Евгений даже не простудился. Зато, по его собственным словам, многое осознал. И в кругосветное путешествие, которое он все-таки предпримет, Евгений отправится не только для того, чтобы любоваться красотами нашей планеты, но и с целью экологических исследований. Сейчас Евгений озабочен поиском спонсоров, которые помогли бы ему в будущем организовать экспедицию. Если найдутся люди, заинтересованные в изучении и сохранении окружающей нас природы, с Евгением они могут связаться через социальные сети. Путешественник будет рад любой помощи в организации новой экспедиции, которая сможет принести человечеству практическую пользу.